Это также может быть связано из-за того, что она жила в маленькой клетке, буквально метра на метр. Нет, там даже не такая, там вообще 20 сантиметров высота была. Она даже встать не могла. Нет, мы когда ее увидели, она лежала на спине. Кушай, 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 кушай. И поднял лампу кверху. Давай еще походим, давай, давай. Кушай, кушай, кушай. Иди, иди в уголок, давай. Давай, 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 хватит тебя, ошелей. Вот так вот. Иногда жалость. Может, тут как-то вот это ее так штучкой под... Вот, вот, давай. Давай, давай, потихонечку. Потом закладывай, зажалей ее. Давай. Давай, давай, давай. Вот это другое дело. Попой двигаем. Ну, хоть чуть-чуть. Хоть как-то, да, конечно, мы ее злим. Характер от этого и не улучшается. Но зато она поднимается на заднюю лапу. Это я вот так, доктор, когда Люська совсем-совсем не ходила. И многие мои подписчики видели, как за клубникой я тянула клубнику. И она так жалостно шла. Вот проще всего было отдать. У меня Влад не выдерживал. Он уходил, потому что говорит, ну отдай-то я ей эту клубнику. Говорю, она должна идти. Да, здесь нужно заставлять через силу, через боль. Через себя тоже не жалеть, а нужно заставлять для того, чтобы у нее было здоровье. Поэтому. А я вот думаю, а может какие-то игрушки перерезать на какую-то там веревочку. Самое лучшее было бы к ней пустить несколько таких же ее возрастов. Но она сейчас на карантине. Она на карантине, да, мы не можем. Если получится карантин, тогда ее нужно пускать к ее родичам. Чтобы они ее тормошили, чтобы она играла, чтобы она хотела за ними ходить. Это очень хорошо помогает развиваться. Опять после карантина сразу будет операция. Я так понимаю, потом после операции опять ее нельзя будет... Нет, после операции она может уже в первый день ходить. Потому что это... Если захочет. Если захочет. Она будет получать отбезболивающие. И у нас часто так, что после операции уже на первый день животные наступают на лапу. Это очень важно, чтобы кровооснабжение было этого участка улучшено. Она должна операция ходить сейчас, она перережет лапу. А потом китановые области будут держать косточки в нужной позиции. И она смело будет операться на лапу. Сейчас отлично чуть-чуть добавлю ее. Ну. Давай, дорогая, надо двигаться. Еще я скажу, жалеть. Жалеть пыще всего. Давай. Иди. Эй. Иди. Иди. Давай. Давай, давай, давай. Зачем мне чизомиска, если там рассыпано много коема, да? Давай, я уберу. Ну, я тебе при помощи этого щита, мягкого, лучше ты, ты все равно не лежишь, но лучше ты будешь. Обычно вот эти предметы, которые, да, доставляют неудобства в этом случае, вот эта лежаточка, потом злиться она будет, она не будет любить теперь этот предмет, но это не важно. Важно, чтобы она встала и пошла. Ну-ка, немножечко водички тебе свернула. Давай, давай, давай. Хороший. Давай, давай. Не обрекайся. Нужно все время ее поить, да, доктор? Потому что когда сухой коем... Вода должна всегда стоять. В доступе. Все. Ходи сама. Есть, она уже не особо хочет. Кое-мо-куче. Сейчас, сейчас, сейчас. А, уже, все, уже поднял. Оп, и тут же. Оп. Так, ладно. Все, все, все. Порош. Мы тебе лучше, уколчики уже не делаем. Клизмы не делаем. Просто сейчас придет лекадия, мы узнаем, да, как она сегодня ходила-не ходила. Пока что слабительное и эспумизан мы продолжаем давать. но это в ротик да это вкус за вкусом банан скажи хочу что вкусом клубники или мама девочка зубы у нас уже такие прям ух зубы зубы молодец ну только ради вас доктор и Чуточку.